Россияне оказывают помощь жителям севера Сирии. Россияне оказывают помощь жителям севера Сирии и тем временем западные СМИ не прекращают попыток дискредитировать ВКС России. В российском военном ведомстве прокомментировали очередной информационный вброс американской газеты о якобы бомбардировке ВКС России в августе, лагеря беженцев в Сирии. Как и полтора месяца назад, нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий лагеря беженцев мошенниками из белых касок в кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. В публикации американской газеты подчеркивается, что журналисты New York Times, NYT, приложили титанические усилия к расшифровке в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии. К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, сказал Игорь Коношенков, что передача координатов цели летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляются голосом в открытом радиоэфире. С учетом данного факта все остальные притянутые редакции одной из крупнейших под тиражу газет США псевдодоказательства примитивны, беспредметны, и по-русски называются «пальцем в небо». А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты? Найт. Остается гадать, заметил официальный представитель Минобороны России. Следует также особо подчеркнуть, продолжил он, что, по совпадению, в минувшую среду, 27 ноября, за несколько дней до опубликования материала ранее прославившейся фейками британская Сирийская обсерватория по правам человека неожиданно сообщила, что как раз в октябре подписала соглашение с американской газетой. Найт. О совместном проведении расследований военных преступлений в Сирии. Поэтому если в связи с прошлым, октябрьским, фейком Найт. Мы выражали сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и их приспешников в белых касках, то в данном случае оно неуместно все произошло по обоюдному согласию. Спасибо России. Сотрудники Российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провели гуманитарную акцию для жителей провинции Алипа. Российские военнослужащие раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав входят рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко. По словам офицера ЦПВС Адама Евлоева, помощь оказана малоимущим людям, семьям погибших военнослужащих и детям. В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие. Такие акции мы силами ЦПВС организуем раз в три дня именно на этой территории, рассказал он журналистам. В свою очередь местный житель Альмир Эль Матавши отметил, что раньше здесь жили богатые и бедных не было. Наши люди жили в достатке. Теперь мы за чертрой бедности. И вот эти пакеты теперь на вес золота, заявил он. Другой житель провинции Алипа Мохаммед Мабаб Али также отметил ценность российской гуманитарной помощи. Мы потеряли своих детей, жены потеряли мужей. Много детей, их надо кормить, одевать. Денег на все не найти. Поэтому то, что нам дарит Россия, это огромная помощь. Старейшина нам сообщает, когда придет колонна, и сюда приходят не только жители нашей общины, но и соседи. Сотрудники ЦПВС в середине ноября объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии. Пункты начали работать в городах и мелких населенных пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от провинциального центра Алипо. Наша справка. Всего российской стороной организованы и проведены 2265 гуманитарных акций. Гражданам САР доставлены и распределены 3774,68 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Медицинскими специалистами Минобороны России оказана помощь 107 781 жителю Сирии. По четырем маршрутам. На севере САР российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Ракай-Алипо, сообщил на очередном брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-майор Юрий Баренков. По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кабани-Гюльтипе, Аджами-Босгикли, Аджами-Манбич в провинции Алипо, Айн-Исаджейдетхабур в провинции Рака, сообщил он. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрис-Кабани-Метрасуми-Аль-Квайрис. Очередной, 13-й по счету, совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции во вторник работал в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к востоку от города Кабани. Патрулирование проходило по маршруту протяженностью около 60 километров от пункта таможенного переходу поселка Гриб. Вертолеты российских ВКС оказывают поддержку с воздуха нашей военной полиции во время патрулирования дорог. Также вертолеты Ми-8 и Ми-35 сопровождают колонны сотрудников ЦПВС до пунктов выдачи гуманитарной помощи. Главная задача пресечь любую возможную провокацию и поддержать мир на земле с воздуха. Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. «Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваем безопасность этих колонн», — сказал пилот вертолета Ми-8 Иван Светлаков. Воздушное патрулирование северных территорий Сирии российская армейская авиация проводит с начала ноября. Полеты проходят ежедневно на малых высотах, по соображениям безопасности вертолеты не поднимаются выше 50 метров. Меры предосторожности и повышенной бдительности в ряде районов пока необходимы. 2 декабря, как сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Баренков, в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 километре западнее населенного пункта Каран, район Кабани провинции Алипо, на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство. Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет. На севере СААР российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Рака и Алипо. Ни дня без провокации. На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, за понедельник зафиксирован 21 обстрел населенных пунктов провинции Алипо, Идлиб, Латакия и Хама. Во вторник 56. Средства ПВО вооруженных сил СААР были вынуждены открыть огонь по беспилотным летательным аппаратам террористических группировок, чтобы отразить их налет на военный аэродром в окрестностях города Ахама, 220 километров от Дамаска, сообщило сирийское агентство. СААНА Успешно действовали правительственные силы и на земле. Военнослужащие СААР и ополченцы вступили в бой с боевиками, которые атаковали армейские позиции на подступах к военному аэродрому Абудухур на юго-востоке провинции Идлиб. Войска на этом участке фронта перешли в контратаку и восстановили контроль над рядом поселков. Были уничтожены две заминированные машины, которые боевики пытались подорвать у армейских позиций. На юге Идлиба крупным форпостом бандформирований возле автострады Дамаскали появляется город Маорет-Нааман. В минувшем августе правительственные силы освободили соседний город Хан-Шейхун. Таким же оплотом экстремистов служит на северо-западе Идлибской зоны поселок Кабани, где находится сильно укрепленный опорный пункт боевиков в гористой местности, который прикрывает проход к важному в оперативном отношении горному перевалу Джис-Рэш-Шугур на шоссе Латакия-Алипа. Гнездо экстремизма Идлиб это единственная сирийская провинция, которая остается в руках вооруженных формирований экстремистских группировок, многие из которых признаны мировым сообществом террористическими. В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились в том числе боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте, городе Алипа и южных районах страны. На территории Идлибской зоны действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии. В настоящее время, по оценкам экспертов, в Идлибе находится свыше 50 различных группировок. В основном они делятся на две коалиции. Одну возглавляет Хаят Тахри Рашшам, новое название террористической организации Джипхат Ан-Нусру, другую сирийская национальная армия, состоящая из множества мелких банд, которые конкурируют между собой. К сожалению, размежевание вооруженных формирований террористических группировок и умеренной оппозиции так и не проведено. Да, это зачастую и весьма затруднительно, принимая во внимание, что боевики всех незаконных вооруженных формирований действуют одинаковыми методами и они практикуют самые жестокие расправы над мирным населением и пленными сирийскими военнослужащими. Совместно совершают они и нападения на позиции правительственных сил. Главари группировок забирают выделенные спонсорами финансы себе, что вынуждает рядовых боевиков заниматься грабежами, рэкетом, подлинным рабовладением. В Идлибе каждая банда устанавливает свои законы и взимает мзду с местных жителей. Встреча в сирийской столице. В Дамаске президент Сарбашар Асад, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудили, как говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярии главы сирийского государства, ситуацию в Сирии, особенно в Идлибе, и повторные нападения базирующихся там террористических организаций на соседние районы. Была подчеркнута общая позиция двух стран в борьбе с терроризмом, а также необходимость предотвращения использования экстремистами мирных жителей региона в качестве живого щита и недопустимость попыток превратить районы Длеба в постоянное убежище для террористов. Стороны обсудили также ситуацию на северо-востоке страны и подчеркнули, что сирийские власти должны вернуть контроль над всей территорией Сар параллельно с возобновлением деятельности государственных институтов. Кроме того, в ходе встречи обсуждался процесс политического урегулирования и подготовка к грядущему раунду переговоров в Нур-Султане, ранее Астана. Стороны пришли к консенсусу о важности продолжения консультации и координации в борьбе с попытками некоторых стран вмешаться в процесс и увести его от основной цели реализации интересов сирийского народа в сохранении территориального единства и суверенитета цар, говорится в официальном сообщении. К этому уместно добавить, что на минувшей неделе в Женеве завершилась вторая встреча сирийского конституционного комитета. Она практически не привела пока к какому-либо продвижению. Сопредседателем малой, редакционной, группы конституционного комитета не удалось пока согласовать повестку заседания. Об этом заявил журналистом спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гирпидерсин. «На протяжении недели я встречался с двумя сопредседателями комитета и объяснял позиции сторон», — сказал он. «Но как вы знаете, процедура требует, что для продолжения работы сопредседателем надо одобрить повестку». Имиссар ООН при этом успокоил, что сложности при обсуждении повестки обычная ситуация на переговорах. «Я попросил сопредседателей по возвращении домой продолжить работу над этим, над повесткой очередного заседания». «Ред», — добавил он. «Мы с ними будем в контакте уже очень скоро и на основе этих консультаций определим, когда состоится следующая сессия». Надежды на астанинский формат. По мнению аналитиков, положительным моментом на встречу в Женеве стало то, что покидать Конституционный комитет никто из участников не собирается. Представители правительства САР предлагали вынести на обсуждение ряд политических положений, названных национальными патриотическими принципами. Они заключаются в подтверждении участниками решимости бороться с терроризмом и осуждением оккупации территории Сирии внешними силами. По словам сопредседателя от оппозиции, оппозиция была готова обсуждать предложения Дамаска, но только с целью внесения результата в дискуссии и в проект новой Конституции. Выходом из тупика, сложившегося в работе Конституционного комитета, экспертам видится предстоящая 10-11 декабря международная встреча по Сирии в Нур-Султане с участием стран астанинского формата, Россия, Иран, Турция, правительство и оппозиции. Именно участникам астанинского формата удалось более чем за полтора года работы договориться о создании Конституционного комитета. Вероника Мечкиевская Вероника Мечкиевская